Всем привет! Это подкаст около искусства, подкаст, в котором мы обсуждаем художников, которые нам просто нравятся, либо тех, чьи личности творчества мы считаем неоднозначными, и поэтому говорим о них с вами. Меня зовут Роман Валиахметов. Я петховная. Всем привет! Сегодня продолжаем раскрывать тему символизма и говорим о чешском художнике Франтишке Кубке. На самом деле этот художник не знаком многим из нас по той причине, что ни одной его работы нету в России. Основная часть его картин находится в Праге. Это столица Чехии, город, в котором родился, собственно говоря, сам Кубка. И также картины его есть в музейных собраниях Парижа и Нью-Йорка. Франтишек Кубка — это, как я уже сказал, чешский художник, который родился в семье помощника нотариуса. И его первая попытка заняться изобразительным искусством, она была не очень-то удачна. Как и все художники, Кубка начал проявлять интерес к рисованию еще в раннем детстве. И одной из его мечт было обучение в Римской Академии Художеств. Но заявка с его прошением была отклонена, возвращена назад с подписью «Потому что чех». Насколько это правда, мы не знаем, но такая баечка так или иначе существует. Чем вообще интересен сам Кубка? В первую очередь это тем, что он проделал большую эволюционную работу в своем творчестве от такого академического реализма в сторону абстракции. И на примере его творчества можно понять или хотя бы представить, что двигало деятелей изобразительного искусства в сторону беспредметной, нефигуративной живописи. Да, и мы таким образом построим нашу сегодняшнюю беседу. Постепенно, шаг за шагом мы будем знакомиться с творчеством Франтишка Кубки. И мы подобрали такие произведения, которые помогают увидеть его ориентир и то, как менялся его творческий метод на протяжении всей жизни. На самом деле эти произведения очень отличаются друг от друга, но не будем забегать вперед, постепенно мы будем продвигаться, размышлять над его картинами. Нужно, конечно, понимать, что после окончания академии у него был опыт рисования именно академического и каких-то творческих заданий он еще не выполнял. И в самом начале он, конечно же, создает в основном реалистические картины и сюжеты, достаточно простые, филаристические решения достаточно стандартные, простые. Но и здесь нас Франтишка Кубка может удивить. Вообще, творчество Кубки неразрывно связано с оккультными течениями, которые покорили рубеж веков, то есть конец XIX века и начало XX. Впервые, как предполагают биографы Кубки, он соприкоснулся с этими ритуалами в возрасте 14 лет благодаря другу своего отца, который был седельных дел мастером. Это тот человек, который изготавливает седла и конскую упряжу. Вот этот вот самый товарищ его отца, он проводил различные спиритические сеансы, которые мог наблюдать сам Кубка. Позже вообще эти способности проснулись в нём самом, и во Франции его спиритические сеансы, собственные уже, они пользовались огромной популярностью. Современники говорили, что, входя в состояние транса, он говорил другими голосами, абсолютно неприсущими ему, от лица мёртвых. Серьёзно? Ну, кстати, возможно, на него оказал воздействие другой известный чешский художник, которого вы наверняка знаете, это Альфонс Муха. Он на самом деле создавал оформление мебели, которую тоже использовали для всяких спиритических сеансов, и также оформлял целый интерьер, и тоже в этом духе. Поэтому Чехия, она такая. В начале творческого пути Кубка зарабатывает на жизнь карикатурными иллюстрациями, в которых он облачает буржуазные образы, тела таких антропоморфных существ, которые рисовались составным образом из нескольких животных и людей одновременно. Ой, это отсылочка к Восху. Ну да, есть некая схожесть. Вот в картине, написанной в 1899 году, которая называется «Деньги», мы видим обнажённую девушку со спины, которой противопоставлены эти самые антропоморфные существа. То есть, получается, человеческие свойства переложены на какие-то животные образы. Дело в том, что буржуа в то время воспринимались немножечко под негативным спектром. То есть, это не люди, откупившиеся крестьяне, которые наработали свой капитал и, получается, живут вот в этом ритме. То есть, не люди, которые управляют своими деньгами, а люди, которыми управляют их же деньги. То есть, вот в таком вот негативном контексте все эти вот сатирические картинки-копки, они очень удачно вообще легли на такое представление человечества о буржуазных образах. Слушай, а давай немножко поразмышляем над этой картиной. Ну, давай. Потому что, пищи для размышлений много. Вот почему у него вместо живота шар? Ну, вообще, как я думаю, это не совсем шар. Если мы обратим внимание на саму картину, то вот этот вот шарик, он не только у существа, которые прямо перед нами, но и у существ, которые находятся позади. То есть, сзади одного из главных героев есть также три антропоморфных существа, которые в руках держат точно такие же шары. На самом деле, это не совсем шар, это такой некий денежный мешок. Монетки мы увидим, если немножечко приближаем взгляд на саму вот эту вот часть картины. И это, наверное, говорит как раз-таки о том, что управляет вот этими вот существами. И это блаженное выражение лица и сам денежный мешок как раз-таки подчеркивает ту порочность образа, которая была в головах у людей того времени относительно буржуазных. Почему им противопоставлены вот этой обнаженной модели? Потому что здесь есть какая-то невинность образа, да, то есть вот эта вот апоэтизация образа, представление человека чистого, оно как раз-таки контрастирует с антропоморфными существами и усиливает всю порочность, которую показывает Кубка. Как видите, Кубка очень болезненно откликается на проблемы того времени, и мне кажется, что он рисует очень интересные образы в своих произведениях. Давайте сейчас обратимся к другому его произведению. Как он называется? Следующее произведение называется «Помада». Написана она в 1908 году. Да, совершенно верно, как и сама работа, потому что следующий шаг в творчестве Кубки, он уже находится на ступень дальше от реализма, и вот через фавистические приемы он раскрывается перед нами под каким-то другим углом. Что вообще такое фавизм? Новый термин! Фавизм переводится как «дикий». Это такое направление в живописи 20 века, для которого характерно упрощение форм, пространства, более снисходительное отношение к передаче объема. То есть объем там есть, но он как-то более просто показан. Больше ценится какое-то композиционное пятно. И вот все эти характерные для фавизма черты как раз ярко заметны на примере картины «Помада». Кубка изобразил здесь женщину в профиле, зеркало, которое вообще скрыто от глаз зрителя. То есть мы его с вами не видим. Колористически тут преобладает холодная цветовая гамма, фон достаточно непонятен. Это плотная темно-синяя масса, с которой контрастирует светлая женская фигура. Кубка задает достаточно четкое диагональное движение спины и шеи и плавное текучее движение женского тела снизу. То есть это уже какой-то некий контраст линейный. Вот этим вот плавными текучими и диагональными резкими движениями кубка подводит наш с вами взгляд на яркое цветовое пятно, которое является самым активным и главным в композиции данной картины. Это место соприкосновения красных губ с красной помадой. Боевой раскрас женщины говорит нам о ее профессиональной принадлежности. Ну, одним словом, блудница. Ритмы движений в этой работе и умение мастерски играть не только на тональных, но и цветовых контрастах далее в творчестве кубки будут возведены в новую степень. Да, и это мы можем наблюдать на прекрасной его работе под названием «Пианин», которое было написано в 1909 году. Можно сказать, что это следующий этап. Мы видим, как он все дальше отходит от реализма к абстракции. И написано это было произведение в определенном стиле. Это уже не афавизм, а орфизм. Да, еще один новый термин. Офизм. Итак, ребят, слушаем, записываем. Это течение в живописи французского постимпрессионизма, которое возникло в 20 веке, в 10-х годах. В принципе, просуществовало недолго, не получило массового распространения. Однако мы можем наблюдать нескольких интересных личностей, которые работали в этой области. И в какой-то период времени Франтишек Кубка тоже был этим всем увлечен. Название течения вдохновлено, конечно же, именем древнегреческого героя Орфея, который, когда брал в руки свою прекрасную миру, создавал прекрасные мелодии, которые завораживали всех вокруг, оживали камни, пели птицы, ну вы понимаете, да? И вот эта мелодичность, она оказалась очень созвучной вот той живописи, самой манере живописи художников как раз-таки, которые начинали нащипывать вот этот совершенно другой способ письма. И поэтому это название как-то прижилось, оно было уже в дальнейшем использовано этими художниками. И давайте мы рассмотрим особенности этого течения на примере этой картины. Ну, во-первых, это синтез искусств, синтез музыки и живописи. И в этом произведении это буквально показано. Мы видим на переднем плане клавиши пианино. И дальше виднеются кончики пальцев самого музыканта. Но художник не изображает инструмент целиком. Он выделяет какие-то знаковые детали, которые как бы сами за себя говорят. И мы видим, что эта музыка, которая начинается с прикосновения пальцев с клавишами, она вдруг начинает разрастаться и перетекает в вот эту водную гладь с рябью, которая уже у нас возникает от лодки. И эта музыка, она перетекает вот в это движение лодки по воде. Далее мы видим людей. И да, непонятно, что это люди. Это просто мерцающие пятна. Но само восприятие этой картины, оно в принципе понятно, согласитесь. Мы чувствуем, как художник хочет воздействовать на нас эмоционально, какое движение он хочет показать. Обратите внимание, что непонятно, какое же время суток передает художник в этом произведении. Мы можем только догадываться, что это ночь. Потому что мы видим темно-зеленый, такие изумрудные и синие оттенки в воде. Предполагаем, что отражается небо. Это такая отсылочка, предполагаю, отсылочка к одному виду произведений, как «Ноктюрн». Слушали? Слушали. Французского переводится как «ночной». Ночной как раз-таки. Созвучно очень, согласитесь. Вот он, синтез музыки и живописи. Конечно же, орфизм невозможен без экспериментов с цветом. И в основном лежит тимультанный контраст. Это сочетание ярких дополнительных цветов, которые взаимно усиливают друг друга. Мы не будем вдаваться в подробности, но я хочу, чтобы вы поняли, художники по-другому воспринимают цвет. Они стараются сделать его звонким, не более насыщенным за счет тонких колористических сочетаний. Орфизм — это о цвете, это о музыке, это об эмоциональном воздействии на человека. Конечно же, орфизм — это также о победе цвета над формой. Вы видите, что фигуративное уходит на второй план. Важен цвет. И это становится важным акцентом в творчестве Францишка Кубки и в дальнейшем. И мы это увидим у нас в следующих его произведениях. Вообще вот эта тема орфизма, она раскрывается и в следующей картине, о которой мы будем говорить. Это «Мадам Кубка среди вертикальных линий». Написана она в 1911 году, на два года позже «Пианино». Вообще о личной жизни Кубки практически ничего неизвестно из русскоязычных источников. Но анализируя его творчество, можно сказать, что у него все-таки была семья. Об этом говорит и автопортрет с женой, и семейный портрет, на котором изображены две женские фигуры. И также об этом говорит и данная картина. На ней художник изображает свою жену среди вертикальных мазков. Картина написана в теплой колористической палитре. Преобладают различные вариации красного и фиолетовых цветов в вертикальных мазках. Среди них вообще не сразу можно разглядеть портрет самой «Мадам Кубки». Ее чувственное лицо, оно контрастирует зелеными цветами в противовес красным и фиолетовым мазкам. Но оно не кричит, а лишь слегка замыкает на себе взгляд. И здесь, наверное, важно сказать о теории цвета, которая как раз-таки характерна для орфизма. Это теория дополнительных цветов. Ребята, существует пара дополнительных цветов, которые при сочетании друг с другом максимально выделяют друг друга. То есть это, например, красный цвет и зеленый цвет. И если мы располагаем два этих цвета рядом, то они начинают звучать так громко, так оглушающе. Вот как в этом произведении вы видите, то что, в принципе, в основном использованы красные и оранжеватые оттенки. И мы бы, можете, не заметили лицо самой «Мадам Кубки», если бы не вот этот зеленый акцент. И красные, и зеленые цвета в данной картине, они примерно написаны в одной тональности. То есть если переложить ее на черно-белый вариант, то разница в тоне, она минимальна. Разница здесь в цвете, именно цвет привлекает внимание зрителя на портрет изображаемой женщины. Здесь, можно сказать, звучит манифест в данной форме. Да, совершенно верно. Здесь, наверное, важен, не так важен сам образ женщины. Скорее всего, первостепенно важны здесь именно те чувства, которые возникают от просмотра картины. Не зря она решена в таком теплом колорите с преобладанием красного цвета. Это намекает нам на чувственное отношение самого автора к этой женщине. На примере работ, которые мы с вами смотрели, уже достаточно ярко виден тот эволюционный творческий путь, который проделал Кубка от академического реализма в сторону абстрактного, через какой-то фавизм, через орфизм. Но так или иначе, все эти работы, они как-то связаны с миром потусторонним. А новой степенью, в которую взойдет Кубка, и новой ступенью, наверное, последней, будет уход вот от этого потустороннего к научному. То есть это будет основано на изучении микромира через микроскоп и на изучении космического мира с помощью телескопов. Да, Кубка на самом деле имел мандат, это разрешение на посещение обсерватории. Так что он действительно углубляется в уже научную среду. И ему всегда было интересно вот это космическое пространство, какой-то другой мир. И в своем произведении «Космическая весна» он все свои вот эти вот поиски, мне кажется, отобразил. Давайте посмотрим на это произведение. Оно является такой знаковой работой. И художник, что он делает? Ну, носит зрителя какое-то пульсирующее нечто, расположившееся на картине плоскости. Название картины говорит о развитии жизни и движении вперед. Это движение создаёт другообразные направления на полотне, движение вообще больших масс, и сами массы, они формируют эти направляющие, они бурлят и пульсируют. И эта картина написана в очень холодной световой ганне. И это не всемъемлющее темное пространство, которое мы привыкли представлять. Оно наполнено каким-то холодным цветом, который прорезает вот эти огненно-желто-оранжевые вкрапления, такие яркие акценты. Ну, есть над чем поразмышлять на самом деле, потому что вот эту вот вибрацию художник смог передать. И, видимо, это очень созвучно и, в принципе, с космическим миром, и с образом весны, когда всё зарождается, когда Земля пробуждается, в общем, место Земли, в космосе, да. Можно размышлять вечно. Ну, вообще, да, название картины, оно говорит само за себя. Несмотря на то, что эта живопись уже является абстрактной и лишена каких-то понятных форм, вот за счёт этого бурления и движения диагоналей, движений внутри масс, вот этих пульсирующих, о которых ты говорила, кубка как раз-таки показывает саму жизнь, которая не стоит на месте, которая всё время развивается, зарождается. Вот мы с вами рассмотрели путь Франтишика кубки. Мы начали с реализма, потом перешли к павизму, потом мы увидели, как он творит в стиле арфизм и пришли к экспрессионизму. Да, это об эмоциях, о чувственности. И мне кажется, это такое хорошее завершение нашего подкаста. Надеемся, что вам было интересно послушать и посмотреть на работы такого чешского художника, о котором вряд ли вы слышали рак. Столько чудесных художников есть, о которых мы ничего не знаем, но мы это исправим. Ты что, слушайте нас? Спасибо, что были с нами, что слушали нас. Подписываемся и ставим лайки. Ага. Мне кажется, это такое хорошее завершение нашего подкаста.